Спонсором данного видео является сообщество по накрутке ресурсов в мире юрского периода. Здесь вы сможете приобрести все виды ресурсов по ценам ниже низких. Помимо стандартных ресурсов вы сможете повысить свой уровень в игре, а также приобрести кубки в сражениях за эксклюзивное животное. Ссылка на данное сообщество и на сообщество канала будет находиться в описании к видео. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, я проверил все каналы на телевизоре Лоуэри, нигде не видно пресс-конференции, сплошные помехи. Не говори мне, что ты подключил все камеры к нашей станции связи, ты хоть знаешь сколько трафик стоит в Центральной Америке. А что мне оставалось? Придется поменьше сидеть в чаттербук и ЕПИ из офиса, или тебе придется объяснять министру Мазране, почему интервью не показали. Ладно, но лучше бы это сработало от пресс-конференции, столько зависит, сработает. Две солнечные станции вокруг офиса службы безопасности, здание к вольеру к карнатабрам. 15 тысяч за зданию, короче, собрать. Звука нет, к сожалению. Он появится, как только вот я миссии повыполняю на сегодня какие-нибудь. Так, все, собрал. Так, нужен этот офис безопасности. По-быренькому. Вот он. И одно здание к вольеру с карнатабрам. А где вольер с карнатабрам? Понятно, легче вольер переместить. Ну, а я что сделал? Блин, какая разница-то? Да что такое? Все еще нет сигнала ни по одному каналу. Какой канал? Не включи. Лоури, ситуация уходит из-под контроля. Говорю тебе, делаю, что могу. Какие-то дебильные электрические заряды прямо в атмосфере. Все блокируют, даже сотовые не ловят. Клэр, похоже, Лоури прав. Ты о чем, Барри? Наверху над башней. Тут черная туча собирается. И весь свет отрубился. Симон, вы как там на башне? В порядке? Как журналисты? Ответьте что-нибудь, если сообщение доходит. Ошибка 303. Сообщение не доставлено. Не удалось отправить сообщение. Попробуйте позже. Да что еще может пойти не так? Пизод 15. Крещендо. Я правильно прочитал? Крещендо какое-то. Продать, продать. Что-то почему-то глюк идет в блюз такси, когда выполняешь эти миссии. Там как бы звук выключается и больше не включается. Это она мне тоже не нужна. Ты почувствовал? Ветер набирает силу. Да, и капать кажется тоже начало. Думаешь будет буря? Не знаю. Небо все затянуло. Затянуто. Пошли, Грей. Не хочу попасть под дождь. Два гейзера. Три или больше. Отель отрыная корона. Понятно. Электричество отключилось прямо посреди пресс-конференции. Хорошая новость. Интервью возобновится еще не скоро. Плохая новость. Мы все заперты в башне. Не думаю, что нас кто-нибудь скоро спасет. Двойные звери преграждают путь к аварийному выходу. Моя карточка не откроет их, если не восстановить электричество. Вы можете придумать, как нас отсюда вытащить. Еще один электрогенератор рядом с солнечной станцией. Понятно. Так, теперь я попробую, наверное, вернуть звук и поиграем без него. Потому что это не круто вообще. Так, ну не знаю, звук вроде есть. Теперь вот это. Денежки. Так, ну давайте посмотрим, пока звук есть. Возвить новых животных, пожалуй, начнем не с эволюции, а именно вот с нового животного. А, я его вроде не достал из инкубатора, грубо говоря, или как бы это назвать. Да, вот он. Таникола Греус. Так, вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип-вип. Куда бы тебя деть-то? Вот давай вот сюда поставим тебя, пока. Так, а почему они не это? Это же я всё прочитал. Ой, чё ж там от меня надо построить два гейзера. Может, по-бырому это сделать пока это украшение. Два гейзера, гейзера, гейзера. Кратер с лавой. Эм, о, гейзер. Украшение опять. О, гейзер. Сюда один. Сюда второй. Чё там от меня ещё надо? Три больше отеля, тройная корона. Это значит... Тебя я перемещаю. Отель тройная корона. Сюда устроится. Так, и нужно поместить один электрогенератор, да? Насколько я помню. Опять же, здание. Вот. Рядом с... Вот прямо здесь. Так, хорошо. Теперь переходим к Таникулаграусу. Новое бип-животное у нас такое. Вот. Значит, Таникулаграус — это целлурозавр из юрского периода. 155 миллионов лет назад примерно обитал. Был обнаружен на территории Северной Америки. В 2005 году первые окаменелости его были найдены. Длину примерно достигала 3 до 4 метров. В росте где-то, ну, почти полтора метра. Вот. Весил где-то килограмм 150. Что примечательно, то, что был найден неполный скелет, а какие-то его фрагменты. Но здесь, видимо, разработчики постарались и совместили как-то с другими тераподами. Ну, сделали, я так понял, добавили... Вот взяли модель этого... Как же он? Ой, Маналов-Завра. Который, знаете, тоже такой с длинным хвостом, приземистый. Вот, я так понял, его взяли, добавили ему оперение и изменили в череп. Ну, и окрас, естественно, а в остальном, мне кажется, то же самое. Так что не такая уж это и новая модель, но... Череп мне очень нравится, зубы своеобразные. То есть, у других тераподов в парке зубы другой формы. Ну, череп, собственно говоря, другой. Мне вот интересно, у него анимация такая же или новая? Так, а теперь Агри. Ну, как у Диллафазавра, грубо говоря, или Маналфазавра, то же самое. Так, ну что ж. Лапки, ну, конечно, очень красивые. То есть, они сделали его добротно, добротно эту модель сделали. Понятное дело, что не скопировали, что прям новую не делать. Но все же, это тоже надо уметь, поэтому, ребята, молодцы. Так, ну вот, мы и до десятого его улучшили. Ну, и статистика у него, знаете, такая неплохая. Так, теперь, ну, по сути, новое животное я вам показал. Теперь можно... Сейчас, давайте... Пару скриншотиков нужно сделать. Так, все сделал. Потом выберу для заставки. Так, теперь давайте посмотрим на тех животных, которые вот у нас есть. Допустим, Кацегаптерикса можно до 30 уровня улучшить. Да ты че, не издевайся, братан, давай! Давай, ну давай, ничего не подставляем. Все, отлично, молодец просто. Так, ну, изменения незначительные, он просто стал более яркого цвета. То есть, если в прошлый раз он был такой бледноватый, то сейчас окрас тот же самый... Ой, случайно глаз откнул. Тот же самый окрас, только это... Более яркий. Что мне еще не нравится, то, что животное, по сути, слабое, ну, посмотрите. А на его эволюцию приходится тратить значительные еды, то есть там по полторы тысячи, блин. Я столько же сейчас Таникала Греуса отдавал, но у него-то видно, что у него статистика нормальная. У него атака 344, блин. А у тебя фигня какая-то вообще. Поэтому мне это как-то не нравится. Могли бы как-то поменьше еды сделать так, чтобы поменьше затрат было. Так, теперь давайте к амфибиям немножко сходим. Допустим, Диплокаулюса можно, да, 40-го уровня, да, качать. Это будет у нас новый мутант 40-го уровня. Насколько я знаю, у него только спиной гребень добавляется, а в остальном, ну, ничего страшного. Ну, да. Глаза, конечно, как у демона, но... Да, такую, конечно, хрендевину встретишь, еще и, знаете, с такими глазами встретишь, так все отдашь, лишь бы она тебя не трогала. Но вот этот, эти вот, конечно, примитивные спинные плавники, они ему нафиг не нужны. Они у него были редуцированы, но здесь решили его добавить, вот эти штучки. Да, ну, красиво, красиво. Здесь вот фиолетовым так вот попрыскали ему. Здесь тоже попало немножко капелек. Впрочем, красиво получилось, конечно, но я считаю, что вот это лишнее. Могли бы что-нибудь придумать, там, другое, не знаю, когти на лапах увеличить. Поздравляю вас, у нас новое животное с 40-м уровнем. И, возможно, потом я еще какого-нибудь гибрида замучу. Ну, не в этом видео, к сожалению, но в следующем точно. Так, насколько я знаю, у нас еще есть какие-то амфибии, которых можно улучшить. Да, допустим, Лимнас Целес, даже вот еще один есть. Так, ну, давайте посмотрим, что станет с Лимнас Целесом. Вот, вот это я понимаю, с первого раза все вообще прекрасно. Так, ну, если честно, не так и ужасно. Я тоже ожидал какой-нибудь спиной гребень. Так, ну, смотрите, просто вот такой ряд шипов добавился, очень длинных. По сути, это его не уродует. Красоты, скорее, даже прибавляет. Тут вот тоже добавили такие розовые пятнышки, такие фиолетовые полосочки. Тут все красиво. То есть, вот, могли бы, не знаю, Диплокавлюс то же самое сделать. Возможно, ему бы не пошло. Поэтому не решили добавить спиной гребень. А здесь вот ряд шипов. Ну, очень круто получилось, конечно. Такой неплохой мутантик у нас получился. Я так понимаю, скоро мы сможем всех обычных гибридов, которые есть в игре, уже насоздавать просто. Допустим, в следующем видео этим замеемся. Так, вот, стегоцефала опять до 40 уровня можно улучшить. Да, работы много. Но мне предстоит... Тогда, если в следующем видео будем делать гибридов, чтобы эти животные не пропали, нужно будет парочку еще закупить. Так, понятно, стегоцефала у нас... Или лабиринтодонту, как он на английском называется. Ну, в английской версии игры. Добавили опять вот здесь вот такие шипики. А потом такой спиной гребень, прям как у Димитродона. Ну, почти. Конечно, не похоже, но похоже. Ну, вы поняли, в общем. Радует, что он другой формы, нежели у Диплокавлюса. Тут, вы знаете, скопирует тот же самый, поставит такой другого цвета. Но он, опять же, лишний. Вот он ему не нужен. Вот здесь еще ряд шипов с каждой стороны. Я только не примечал раньше. Он ему, конечно, не нужен совершенно. Но красоты, скажем так, прибавляет немного. Цветовая гамма также поменялась. Немножко. Ну, в общем, довольно своеобразно их понаделали. Ну, хотя, вот, если какие-то на сороком уровне изменения, вот, что ему пихать? Логично. Взяли везде, спиной вот этот парус прицепили, да и нормально. Так, это кто у нас? Стигоцефал. Так, простите за миночка. Так, теперь можно перейти к нормальным ребятам. Двое их осталось, это, короче, можно так, где суперзавра улучшить, да, на 20 уровне. Конечно, у нас есть травоядные помощнее, но суперредки тоже пригодятся. Вдруг там в какое-нибудь сражение, ну, в этом событии понадобится суперредки 20 уровня травоядные. А он у меня есть. Так, ну, что же с тобой сделали? Класс, еще игра вылетела. Так, ребята, мы вернулись. И тут у нас такая фишечка, короче, можно Артакантуса покупать. Шесть дней, да, ну, когда это видео выйдет, его уже не будет. Вот, ветровую турбину, фонтан-океан для тех, кто, собственно говоря, не покупал набор с похеринозавром или кентрозавром, где вот эти строения шли дополнительно. Вот, но Артакантуса я за видео куплю сколько мне нужно. У меня, как видите, вип очков хватает. Опять же, дофигища событий только что добавилось. Пожалуй, вот эти два. Пусть видео будет длинным, но я вам их покажу. А за дилофазавр сразимся в другой раз. У нас есть кого показывать еще. Много динозавров у меня. Так, я забыл, на ком остановился. На суперзавре. Игра, вылетай поменьше, пожалуйста. Бесит. Ну, ладно, хотя бы звук остался. Так, ну, по сути, по сути, по сути, снизу он белый, короче, такой, а сверху светло-серый и темно-серые полоски, даже черные такие. Ряд шипов был вроде, я точно не помню, но у тебя сейчас как березка выглядит странновато немного. Но, знаете, хороший окрас. То есть не такой мега-ярко-пестрый, чтобы идешь такой, смотришь, это вообще динозавр или это че он? Радуга на него свалилась там, знаете, вот, нормально ему окрас идет. Ну, не так, чтобы сильный, конечно, вообще слабо. Я вам сказал, что два животных, а и наврал. У нас три животных. Колоборинха до сорокового еще можно повысить. У нас будет, я не знаю, какой по счету. Вроде бы второй птерозавр на сороковом уровне. Он же опять обычный, это значит, что опять же можно будет гибридов создавать в скором времени из него. Ну, вроде у Колоборинха нужен этот... Кто-то более высокого уровня, то есть редкий или супередкий, поэтому... Блин, че это у нее на голове? Че это, ребята? Какого хрена разработчики? Че ему его нацепили? Вот это вот этот тулуп, вот, знаете, мини-шуба вот эта на пузе. Кавказский такой парень. Я еще все понимаю. Это я еще как-то готов принять. Вот здесь тоже мех, пух, я не знаю, что это. Ну вот что за... Че за корона у нее на голове? Как зиму с ней летать? У нее же голова будет вообще неудобно вообще ей двигать. Она будет тяжелая. Даже если эта кость будет полой. Нафига ему этот набалдашник? Сам их привлекает? То он же как дебил выглядит. Цветовая гамма красивая. Получился красивый птерозавр. Ну вот что вот это на голове у него? Ё-моё. Ну все равно я вас поздравляю. У нас вот еще один птерозавр на 40-м уровне эволюции. Хоть и как дебил выглядит. Аланка и то круче получилась. Вот ей небольшой такой гребешок добавили. Все. Все шикарно. Этому какой-то набалдашник. Что за дебилизм? Ну еще давайте последний. Это... Секодонтозавр. До 30-го уровня наше. Как его назвать-то? Эксклюзивное животное. Улучшим. Секодонтозавр пошел не в афиакодона и других животных. То есть у него атака и здоровье не одинаково почти. Как у этого афиакодона. У него здоровья очень много. А так атак себе. Ну опять же он стал более ярким. Ну. То есть фиолетовый цвет стал темным. И он стал более ярко выглядеть. Грубо говоря. Это все что поменялось. Ну видите атаки дофига. О здоровья дофига почти 2000. Атака всего 347. До 30-го мы его улучшили. В скором времени я надеюсь я покажу вам его на 40-ом уровне. Ну вот смотрите. Атака 420 есть. Дорогие 2,5. Я не знаю в каких боях он пригодится с таковой атакой. Но я предлагаю вам сейчас вот эти которые у меня тут есть. Это уж на следующее видео оставим. Да. Проспойлерил немножко. Вот. Предлагаю вам перейти в битвы. Сразиться за супер редкий набор. Глядишь какой-то. Новое животное попадется 5 секунд. Так. Я немного понизил громкость. Чтобы меня хоть немножко было слышно. Пещера. Значит против пещеры у нас селем вот этот. Вот этот и вот этот. Давай рыщи. Это нам смотреть ни к чему. Атакуем конечно же. О это Артокантус. Нифига он огромный. Он всего где-то 3-4 метра в длину был. Ой что я говорю. 2 метра. Здесь он такой громенный. Пипец. Прощай. Ничего не обещай. Жесть. Ужас. Почему он такой огромный и так много плавников? Ну это мы обсудим в следующем видео наверное. Ой в следующем. Когда вот я буду его создавать. Вот тогда и поговорим. До свидания. Я победил. Я молодец. Вообще кошмарный какой-то он получился. Он вообще должен быть длинный маленький. А он здесь толстый огромный. Я так понял опять взяли модель Дунклеостея. Понацепили всякой лабуды. Дополнительный получился Артокантус. Потому что точно такого же размера. Это не круто ребят. Так. Против тебя сильна пещера. Ну и давай один риф поставим. И вот так. Хотя бы. Ну не знаю что я понацепил. Многие опять будут ругать. У тебя говно тактика. Я там справляюсь лучше. Там все такое. Пожалуйста. Справляйтесь как хотите. Мое дело победить. И я делаю это как хочу. А каким способом я это делаю? Как это уж на ваше усмотрение. Нравится или не нравится? Ну мне кажется все равно так вот и делать. Что ты делаешь? Зачем ты меня бьешь? Ааа страшно стало. Прощай Архелун. Большой папа. Биг Дэдди. Блестей приперся. Ну сейчас меня уничтожат. Вообще мне кажется. Бум. Можно попробовать. Да. Мазазавр без дела стоял. Это мы уже видели. Сколько раз. М-дэм. М-дэм-дэм-дэм-дэм-дэм-дэм-дэм-дэм. Так. 35 ДНК. О-о-ощие богач. У меня есть 35 ДНК. Так и последняя контрольная битва. Аха. Аха. Пещерный монстр, а у меня есть еще кто-нибудь такой более мощный Из пещер-то есть? Да не особо, если честно Тогда будем риф использовать Его бы улучшить мне, прокачать немного Ну да ладно, так сойдет Надеюсь, справимся Не такой большой выбор, как в этом О, класс, звук пропал Офигеть В общем, приношу извинения, звук все время пропадает Какой раз уже захожу, бесит вообще, не знаю Что такое происходит? Напрягает у меня специально, мне кажется Козел, блин Что-то не знаю, блюстакс вообще меня в последнее время только огорчает и огорчает Поэтому легче было бы играть через какой-нибудь планшет Но все-таки дает возможность поиграть в любимые андроид игры на компьютере Поэтому его можно понять Понять и простить, конечно, но если он так будет меня подставлять каждый раз Он, блин, дождется у меня Так, ты две атаки применил Это значит, я могу тебя вот так вынести, да? Если ты вот и блока нет Отлично Какой-нибудь опять музыку ставлю, чтобы было не так скучно Чтобы не один мой голос играл Ну, был на запись Вот Какие-то проблемы, блин, начались Надеюсь В будущем их не будет Класс Три блока решил применить Так, у тебя четыре энергии Что-то сделаешь Ничего ты не сделаешь Вряд ли ты их все на блок поставил Вот так Ты все на блок поставил, ты дурак Ты такой меня уже надоел Пой там что-то защищаться Давай, давай О, боже, он одну энергию применил Офигеть Ой, чувствую, все шесть придется тратить На, получай Подавись А, класс Вот этот, в этот раз он решил, короче, не тратить, да? В этот поставить Следующему передать Архелону вот этому, да, решил? Нифига ты хитрый, бжук Ну, давай, ладно Посмотрим, что ты сделаешь Три Ну, да, это, возможно Не, это же не уничтожит меня Такой смысл А я тебя уничтожу Собственно говоря, вот так вот мы его и выиграли Это опять мы заставку видели Сейчас я посмотрю, появится ли звук Если мы будем в следующее событие заходить Если нет, то я не буду вас терзать Ну и себя тоже И тогда не будем его проходить Это новое событие там какое-то Вот это вот без ограничений Хозяева тропиков Ну, я так понял, просто против амфибий сражаться А если звука не будет, то я думаю, ничего страшного Сейчас я проверю Понятно, короче, звука не будет, ребята Уж извините Так что я, пожалуй, не буду это проходить Всего лишь сразиться с амфибиями надо Так что уж извините меня Надеюсь, это видео вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем удачи и хорошего настроения Я постараюсь починить эту фигню До скорых встреч и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok